Отучившись по целевому направлению, она стала врачом. Сейчас Кристина ведет прием в районной поликлинике. Она работает с пациентами, у которых есть признаки ОРВИ. Внимательный, очень врач неравнодушный, очень выслуживает хорошо, дает рекомендации, назначает анализ. В общем, всем рекомендую. У участкового терапевта 1600 потенциальных пациентов. В работу входят выезды на диспансеризацию и ночные дежурства в приемном отделении. Кристина Черемнова планирует сменить специализацию. Есть в планах поступить на ординатуру, на узкую специальность. Именно хочется либо функциональная диагностика, либо ультразвуковая диагностика. Что-то из-за этого. Анастасия Мусаева после медколледжа стала сельским фельдшером. По земской программе получила поддержку полмиллиона рублей. Работа нравится, потому что медик на селе – востребованный специалист. Сельский медик – это, во-первых, и фельдшер, и акушер, и медсестра. Это все вместе. И терапевт – это все. Как бы мы должны знать все, вообще все. В Зырянке 600 жителей, две трети из которых – дети и пенсионеры. Очень удобно. Очень. Уколы поставишь. Любая просьба их врачу записать. Запишут. Потому что из дома не каждый может звонить. Ежегодно сельские больницы, поликлиники и ФАПы пополняются новыми специалистами. Но необходимость в них есть всегда. Порядка 18 специалистов. Только первичного звена врачей, терапевтов, участковых нам необходим. Если говорить по узким специалистам, то практически по каждому направлению. Там есть небольшие потребности в том или ином направлении, которое нам необходимо в ближайшее время закрыть. Закрыть потребности в медицинских кадрах помогают ряд программ. За последние три года 48 медиков пополнили штат Ишимской областной больницы номер 4. Они работают в городе и пяти районах Тюменской области. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.